1 декабря 1988 года в городе Арджоникидзе, нынешнем Владикавказе, было непривычно холодно. Но ребятишек из 4-го Г-класса 42-й школы это не смутило. Они пулей выскочили из здания типографии, куда их водили на экскурсию, и принялись играть в снежки. У каждого в кармане был бесценный по тем временам подарок – календарь с портретом Высоцкого. И тут еще один сюрприз – на улице ребят ждал автобус. Водитель дружелюбно помахал рукой. Машину прислал один из членов родительского комитета. Но на этом приятные неожиданности закончились. Когда дети сели в автобус, этот дядя уже другим голосом сказал – вы являетесь заложниками, и если кто-то не будет выполнять моих распоряжений, на первый случай я буду отрезать уши. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Полковник Геннадий Николаевич Зайцев привыкал к новым обязанностям. Совсем недавно он был назначен на должность заместителя начальника 7-го управления КГБ СССР. Но после захвата школьников пришлось на время вернуться к работе, которой он отдал 14 лет. Меня вызвал первый зам, он исполнял обязанность председателя, Бобков Филипп Денич, и сказал – вы летаете и руководите операцией. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бандитов служил в антитеррористической группе А с момента ее создания. 11 лет был ее командиром и провел не одну операцию по нейтрализации террористов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Захваченный в Орджоникидзе автобус двигался к минеральным водам. Тамошний аэропорт мог принимать большие самолеты Ил-76. А бандиты требовали предоставить именно эту машину, чтобы въехать в нее на угнанном автобусе и улететь в страну, которая не выдаст их Советскому Союзу. Террористов было четверо. Рецидивист Павел Якшиянц – главарь банды, и трое других находились под его полным влиянием. Когда эта машина с этими бандитами и этими детишками въехала на взлетную полосу, то, представляете, милиция отсекла всех остальных, и вот эта масса людей, она осталась за той стороной. И то есть все происходило на их глазах. Представляете состояние родителей, которые знают, что в автобусе дети, в автобусе четыре бандита, вооруженных дробовиком. Напряжение нагнеталось с каждой минутой. Колонна автомашин с родными захваченных детей ехала за автобусом от Орджоникидзе до Минвод. Альфа прибыла в аэропорт раньше бандитов. Снайперы моментально заняли позиции. Штурм занял бы несколько десятков секунд. Но в этом случае обычные методы не годились. Почти под каждым сиденьем банка с бензином, который в любом случае при любом выстреле или еще что-то воспламенится, и, естественно, автобус сгорит вместе с их детьми. Москва. 28 марта 1979 года. Один выстрел порой может решить исход операции. А стрелять в Альфе умели неплохо. Нас учили к тому, что 8 патронов из ПМ мы обычно выпускали за 5 секунд, попадая в мишень. 28 марта 1979 года в американское посольство проник моряк советского торгового флота Юрий Власенко. Американцам он заявил, что просит отправить его в США на учебу, доставив к самолету американской авиакомпании на автомобиле посольства. Показал им взрывное устройство, которое имелось на нем, на животе, кремилось, прикрепилось ремнем к животу. Заявил о том, что в случае отказа американской стороны выполнять его требования, он поведет это устройство в действие. Зайцев получил приказ нейтрализовать преступника. Представившись сотрудником МИДа, которому поручено оформить документы Власенко на выезд, он вступил в контакт с террористом. Я не должен приближаться к нему ближе, на расстоянии ближе, чем один метр. Он все время держал палец, указательный палец правой руки на спусковой тяге этого взрывного устройства. Он мне показал его. Это был предмет где-то размером 5 на 15 на 15. Геннадий Зайцев периодически покидал кабинет, ссылаясь на необходимость контролировать оформление паспорта и выездной визы. Четверо сотрудников Альфы блокировали помещение со стороны коридора. Майор Сергей Голов держал на мушке окно комнаты, где находился Власенко. Многочасовые переговоры успехом не увенчались. Преступник по-прежнему крепко сжимал кольцо. Мы в начале хотели его выкурить с помощью флорпикриновых шашек. То есть это была дана команда, что, мол, слезоточивый газ его оттуда выкурит. Но он сумел найти, как говорится, место, где подышать свежим воздухом, и слезоточивый газ на него не подействовал так. Операция проводилась под контролем руководства КГБ. О ней постоянно докладывали в Кремль. Шутка ли? Террорист диктует свои условия. И ниоткуда-нибудь, а из посольства США. Юрий Владимирович Андропов потребовал о том, что слишком долго с ним беседовать. Значит, надо поразить преступников плечо, и плечи, пальцы которые он держал на этом спуску. Вооруженный бесшумным пистолетом Сергей Голов выполнил задачу виртуозно. Хотя стрелять пришлось через раму, стоя под окном. Простоять довольно долго пришлось. Называется, на изготовке сумел сделать два выстрела. И попал один, как потом в скрытии показалось, что одна пуля попала в плечо, другая попала в кисть. Но Власенко успел выбежать в соседнюю комнату и привести устройство в действие. Работала только толовая шашка. Она не раскисла в дупле дерево. Раскисли соль эпикриновой кислоты, раскислил порох. Если бы это сработало, например, полностью, то встряхнуло бы посольство. Ситуация была локализована. Преступник обезврежен. Пострадавших, кроме него, не было. И международного скандала удалось избежать. Но стало ясно, что предстоит большая работа. В более сложной ситуации итог операции мог оказаться не столь успешным. Альфе нужна продуманная до мелочей тактика действий в разных ситуациях. Минводы. 1 декабря 1988 года. Девять лет спустя в Минводах стрелять было категорически нельзя. Оставался один выход – переговоры. Обстоятельства сложились так, что в непосредственный контакт с бандитами должен был войти Валерий Бачков. Когда была боевая тревога, прозвучала, я находился с ребенком в поликлинике. Прибежав сам на объект, оказалось, что уже колонна выходит в аэропорт, я не успел переодеться. То есть я в гражданской одежде прибежал на работу и так и уехал на боевую операцию. И, соответственно, понадобился человек, который в гражданской одежде, для того, чтобы идти на переговоры. В самом начале переговоров бандиты поставили неожиданное условие. Они потребовали марганцовку, уксус там самое. Когда это все дело смешивается, колется в вену. Рецидивист Якшиянс не был примитивным уголовником и наркоманом. Он хорошо подготовил задуманное преступление. Он прочитал практически все книги, похожие на данную ситуацию. Он просмотрел все зарубежные фильмы на данную ситуацию. Он узнал и был уверен в том, что три страны, с которыми в то время Советский Союз не имел гипсношения. Это, если не ошибаюсь, ЮАР, Пакистан и Израиль. Это был сильный и коварный враг. Переиграть его было непросто. И шанса даже на малейшую ошибку у Альфы не было. В автобусе находилось 30 детей. Переговоры были очень тяжелыми, жесткими. Ну, и издевательство было в определенной степени. Дайте нам сюда члена политбюро. И не дряхлого, а здорового. Чтобы мы получили гарантию, что нас никто не расстреляет. А требования их были такие. 8 бронежилетов, 8 пистолетов, 8 автоматов. Но если нет такого члена политбюро, жену, Робачева, Раису Максимовну, она детей любит, она согласится и так далее. В аэропорт приехали руководители разного уровня. Они предлагали, а порой требовали от Зайцева немедленных и бескомпромиссных мер. Полковник был готов выслушать любые мнения. Но решение принимал только сам. Ответственность всегда на том, чьё подразделение действует. Удача – это значит одно. Неудача – это тоже твоё. Геннадий Зайцев родился в 1934 году на Северном Урале. Когда настало время идти в армию, статного крепкого парня определили в Кремлевский полк. Отслужив три года, сержант Зайцев уже собирал дембельский чемоданчик. Но судьба распорядилась иначе. Ему предложили остаться на сверхсрочную службу. Я отказался. Собирался уехать домой. Но меня тут же вызвал секретарь партбюро батальона, ваген такой был. А я в июле этого года, 1956-го, вступил в партию. Он говорит, как же так? Вы вступили в партию, писали в заявлении, что готова выполнить любое поручение партии. Вот вам партия даёт первое поручение, а вы в кусты. Я говорю, всё, всё, всё. На два года остаюсь, написал рапорт и осталось. Остался Зайцев на полвека. Из кремлёвского полка перешёл в 7-е управление КГБ СССР. Службе наружного наблюдения отдал 15 лет. Принимал участие в нейтрализации десятков шпионов и других преступников. В начале 70-х мир захлестнула волна терроризма. Красные бригады похищали людей по всей Европе. Палестинские террористы захватили и убили израильских спортсменов на Олимпиаде в Мюнхене. В СССР было несколько случаев угонов самолётов. А покушение на Брежнева, когда он с космонавтами ехал по Боровицкой площади, заставило руководство задуматься об угрозе терроризма. Последней каплей стала попытка угона самолёта из аэропорта Внуково 2 ноября 1973 года. В этот день из МНК-2 провожали делегацию. Государственные дел. И среди провожавших были министр внутренних дел и первый заместитель председателя КГБ генерал Армит Свигун Семён Кузьмей. Трое подростков и их 20-летний подельник захватили самолёт Як-40 рейса Москва-Брянск. Они требовали полтора миллиона долларов и полные баки горючего до Стокгольма. Бандиты были вооружены обрезами, которые, не задумываясь, пустили в ход. Самолёт, стоявший на взлётной полосе, штурмовали пятеро сотрудников МВД. Они сумели выполнить задачу. Двое преступников были убиты, двое захвачены. Но поскольку специальной подготовки группа захвата не имела, были пострадавшие и среди заложников. Стало ясно, что в преддверии Олимпиады 80 без специального антитеррористического подразделения не обойтись. Вскоре Юрий Андропов принял решение. Он сказал, нам надо создать такое подразделение, которое бы занималось такими проблемами. И в июле, 29 июля следующего года, 1974 года, такое подразделение было создано. Оно называлось группой А 5-го отдела 7-го управления КГБ СССР. Вот точные имена и они. Первоначально на службу в новое подразделение было отобрано всего 30 человек. Название Альфа тогда еще никто не произносил. Появилось это после Афганистана уже, Альфа. Потому что первая публикация была в «Комсомольской правде», и оттуда название пошло Альфа. Через три года состав группы увеличился вдвое, а сама группа была преобразована в оперативный отдел, который и возглавил подполковник Геннадий Зайцев. В основном шли оперативные работники из 7-го управления, наружного наблюдения. Большей частью именно физически подготовлены хорошо, и в то же время оперативное мышление было достаточно на высоком уровне. Минводы. 1 декабря 1988 года. Многолетний опыт работы во главе Альфы заставил Зайцева в тот день в Минводах отвергнуть предложения, которые шли со всех сторон. Геннадий Николаевич не побоялся, прямо говоря, этого слова не подложить, наверх о том, что в данном случае провести боевую операцию в том понимании, как понимает это подразделение Альфа, невозможно. Да, бандитов мы уничтожим, мы даем гарантию, но то, что не пострадают дети и не будут, прямо говоря, говорить потери среди детей, эту гарантию никто даст не может, и я ее дать тоже не могу. Для начала ситуацию нужно было стабилизировать, удержать бандитов от насильственных действий и убедить заложников сохранять спокойствие. Первое, что я сказал, дай мне рацию, учительница. Я говорю, вы мне скажите, пожалуйста, как чувствуют себя дети? Она сказала, дети плачут, они хотят домой и так далее. Я говорю, но вы там старшие, вы их учительница, на вас сейчас лежит ответственность. Все будет зависеть от поведения. Ваши жизни будут сохранены, это я вам гарантирую. Долгий, изматывающий процесс переговоров длился сутки. Террористы каждый раз меняли требования, угрожая открыть огонь. Но время работало на Альфу. Ее сотрудники знали, что делать. Движения медленные, будем так даже, немножко замедленные, чтобы не провоцировали никого, ни террористов, если, конечно, создавать какую-то там суету, крик, прочие, бобли, они только наоборот будут воздействовать и на тех, и на других, и там, не дай бог, кто первый нажмет на курок. В сложившейся ситуации Геннадий Зайцев принял беспрецедентное решение. Он согласился передать бандитам оружие в обмен на часть заложников. Четыре пистолета и один автомат с комплектами патронов. Он согласился даже на наркотики. Хотя, по теории, видите, наркотики давать нельзя. Ни наркотики, ни самое оружие. Не обменивать одно на одного. А вот здесь пришлось нарушить все. Неудача могла стоить Зайцеву не только погон. Но в тот момент он думал исключительно о том, как избежать жертв. Об этом он думал все 15 лет командования Альфой. Летом 1992-го учение группы Альфа посетил Борис Ельцин. Он прибыл в полевые условия и провел практически целый день там с нами. Мы показали ему пять фрагментов своей деятельности. Что на него произвело, конечно, впечатление. Президент вручил часы отличившимся бойцам, и убыл в прекрасном расположении духа. А Бальфи он вспомнил в октябре 1993-го, когда Верховный Совет отказался подчиняться указу Ельцина о распуске парламента. На повестке дня стоял вопрос о силовом решении конфликта. И Альфе в нем отводилась основная роль. Но эта перспектива не устраивала большинству ее офицеров. Мы то подразделение, которое, наверное, мы уже четко понимали, которое не должно воевать со своим народом. Разные категории было в Белом доме. И противник для нас должен быть четко обозначенный. А когда нет четкого обозначения противника, поэтому мы здесь оружие практически не применяем. Разделял эту позицию и Геннадий Зайцев. Но военные люди обязаны выполнять приказ. Как остаться верным присяге и одновременно не допустить пролития крови? Полковник Зайцев в ту ночь, когда его вызвали в Кремль, стоял, наверное, перед самым сложным выбором в своей жизни. Борис Ельцин так описывал эту ночь в своих мемуарах. Лица были мрачными, взгляд был потоплен в пол. Я задал вопрос. Вы будете выполнять приказ президента? Гробовая тишина. Тогда я задам вопрос по-другому. Вы отказываетесь выполнять приказ президента? Та же гробовая тишина. Уходя, я сказал Барсукову и командиру Зайцеву. Приказ президента должен быть выполнен. Альфа выдвинулась к Белому дому. Даже опытные командиры не могли сразу понять суть происходившего на подступах к российскому парламенту. Люди беспорядочно бегали. Кто-то из чего-то стрелял, кто-то что-то кричал. Мы небольшими группами стали выдвигаться и смотреть, что же происходит вокруг Белого дома. Конечно, на первый взгляд картина была удручающая, потому что нам стали попадаться раненые, которых выносили. Около заборов лежали убитые. Идти в такой ситуации на штурм означало погубить множество людей и своих бойцов, и защитников Белого дома, и тех, кто осаждал его. Тем не менее, такое указание поступило. Михаил Иванович Барсуков дал команду построить подразделение Каре. Я построил его. Значит, он выступил и сказал, так, я вам приказываю вступить в Белый дом и действовать. В противном случае вы будете, я сейчас же издам приказ, подразделение будет расформировано, а вы будете разоружены. Я, правда, мысленно подумал про себя, кто же рискнет разоружить сейчас в этой ситуации подразделение. Не выполнить это распоряжение означало начать новый виток конфликта. Хотя письменного приказа о штурме так и не последовало, но у полковника Зайцева уже был свой план. Мы создаем из Альфы коридор, из сотрудников Альфы. В конце этого коридора будут стоять автобусы, автобусы развезут всех вышедших из Белого дома до ближайшей станции метро. Условия их было такое дано еще, что кто имеет оружие, надо сдать оружие в местибюле. Сразу, конечно, загалдели все, а потом и руководство в лице Хасбулатова и всех министров и президентов приняли это решение. То есть Белый дом сдался добровольно. Когда к Белому дому прибыл спецназ МВД, здание уже полностью опустело. И люди уходили, говоря спасибо, что мы вошли и не дали, потому что они находились там в полном ощущении, что они оттуда не выйдут, что их там всех расстреляют. Мы выполнили приказ освободить Белый дом, но выполнили его по-другому, не так, как он требовал. Но мы его, в принципе, выполнили. Минводы 1 декабря 1988 года. Бандиты торжествовали. Им казалось, что разработанный план удался. И еще немного, и они будут богатыми и свободными. Но полковник Зайцев все рассчитал на несколько ходов вперед. Мы понесли, значит, пистолеты. После них автомат. Соответственно, когда я передавал третий заход уже с автоматом был, передавал, когда автомат, ко мне вышел, по-моему, якшиянц и сказал, что вы принесли неисправный пистолет. Я говорю, такого быть не может. оружие боевое. А когда увидел его, взял в руки, то самое, там они не дослали обойму в рукоятку до конца. Соответственно, я достал до конца, передернул, сделал выстрел вверх, вытащил обойму, вытащил патрон, вставил. Я говорю, больше не пользуйтесь. После каждого похода к бандитам, бачков и шереметьев, в обмен на оружие и еду, освобождали часть заложников. Забрал их, полуобнял, так и мы пошли к зданию аэропорта. В это время выстрел с автоматом. Значит, оказалось, что они в люк выстрелили с автомата, проверить, боевое он или не боевое. Вот так наладился первичный контакт, то есть я уже получил первых заложников. Всего из автобуса были освобождены 9 детей, еще 10 бандитов отпустили при пересадке в самолет. Была говорена процедура перевода их из автобуса в самолет. Соответственно, они прикрывались детьми, дети были построены в шеренгу, они туда проскочили и часть детишек отдали. Пока Бачков вызволял одну группу ребят за другой, Геннадий Зайцев непрерывно вел переговоры с якшианцем по рации. Их цель была не только в том, чтобы согласовать детали освобождения детей. Важно было психологически измотать террористов и навязать им свои правила игры. Когда преступники захватывают заложников или совершают какое-то преступное действие, то у них психика находится на самом высоком пике. И она примерно продолжает оставаться такой же где-то на протяжении шести часов. А затем резко спадывает, когда наступает полная апатия. Бандиты требовали отправить их в Ташкент. Оттуда они планировали улететь в Пакистан. Этот вариант не устраивал советские власти. Отношения с Пакистаном были на точке замерзания. Исламабад скорее всего не выдал бы Москве ни угонщиков, ни самолет. На всякий случай группа бойцов Альфы вылетела в Ташкент. Я убеждал их в том, что ваш полет будет проходить над воюющей страной, государством Афганистана, вас просто собьют. Тогда выдавали требование лететь в Южно-Африканскую республику. Ну, во-первых, я говорю, с этим государством у нас нет дипломатических отношений. Во-вторых, вам надо будет лететь туда с тремя посадками. Оставался третий вариант – Израиль. Хотя с этой страной дипломатические отношения были прерваны, Москва и Тель-Авив проявляли интерес к их восстановлению. В Израиле действовала советская консульская группа. В этом-то и состоял план Зайцева – подтолкнуть якшиянца к полету в Израиль. Известно, что эта страна отличалась с нетерпимым отношением к терроризму. Но главарь бандитов этого не учел. Я хочу подчеркнуть уровень интеллекта и уровень, наверное, командирской такой уверенности в себе Геннадия Николаевича Зайцева. Повторяю, что не каждый командир, когда на него так давят, мог принять вот такое решение. А решение, повторяю, им было принято одно, что в этой ситуации бандитов надо выпускать. В 14.10 2 декабря летчики, согласившиеся лететь в Израиль, прибыли к трапу самолета. Бандиты заставили их, несмотря на мороз, остаться в одних рубашках. Надели наручники и провели набор. Вместе с экипажем затолкали в самолет 11 детей и потребовали привезти бывшую жену главаря угонщиков Тамару. И вот за Тамару нам отдали детишек. А Шереметьев оттолкал и сам туда, сам там оказался, когда передавал Тамару. И фактически получилось, что самое пришлось выкупать. Они деньги требовали, деньги мы должны были им дать, но за это они отдают Шереметьев и самое возвращают оружие. Когда бандиты перешли в самолет, возник вариант проведения силовой операции на его борту. Опыт подобных действий у Альфы уже был. 18 ноября 1983 года группа Тбилисской золотой молодежи, в которую входили дети уважаемых в Грузии родителей, угнала Ту-134. Самолет летел по маршруту Тбилиси, Батуми, Киев, Ленинград. Это все произошло на створе Сухуми. Вот они тогда и потребовали от командира, от пилота лететь на рубеж, либо в Турцию, либо туда, но когда пилотская кабина была закрыта, командир развернул самолет и посадил его в аэропорту Тбилиси. Тбилиси. 18 ноября 1983 года. В их руки попала пленка еще не вышедшего на экраны художественного фильма на БАД. Молодые люди решили реализовать сценарий картины на практике. Всем оставаться на местах! Сопротивление бесполезно! Они разыграли свадьбу с венчанием, все, на свадьбу пригласили тех людей, которые им нужны. Одна из них была работница спецсектора, через которые без досмотра проходили на самолет. Ну, естественно, вы понимаете, какие граждане, те, которые имели на то право. И вот эта дама потом пропустила двух преступников с оружием, вооруженных, через этот спецсектор на борт самолета. На борт преступники пронесли четыре наганы и две гранаты. 57 пассажиров и пять членов экипажа оказались заложниками. В воздухе бандиты ворвались в кабину пилотов, и там завязалась перестрелка. Были убиты трое членов экипажа и один из пассажиров. Несколько человек получили ранения. Вооруженный штатным оружием, штурман ответным огнем обезвредил двух бандитов. Один из террористов застрелился, когда понял, что машина села в Тбилисском аэропорту. Было принято решение штурмовать стоящий на полосе самолет. Штурмовую группу из трех человек возглавил Владимир Зайцев, однофамилец командира. Дому даю команду спиной лечь к иллюминаторам. Я говорю, прикрывай меня. Он спиной лег к иллюминаторам. Я быстро снял с себя экипировку, бронежилет. Ну, зная, что оттуда может прилететь пуля. И через форточку проник в пилотскую кабину. Теперь нужно было войти в темный салон самолета, выявить бандитов и обезвредить их. При этом бойцы Альфы становились мишенью. Преступники могли стрелять на звук шагов. Первая операция на самолетах, которых мы еще не проводили, хотя много отрабатывали. Но надо сказать, что такие чувства, конечно, испытываешь не очень приятные. Я говорю, давайте так, я попробую протаранить весь салон, вот, кто там на пути, всех там подо мной, если меня срубят, не обращайте внимания, задачу решайте до конца. Задачу решите и мне поможете. В этот момент бойцы Альфы заняли позиции вокруг самолета на летном поле. Рывок Владимира Зайцева и его товарищей по салону занял 8 секунд. Тем временем в самолет ворвалась вторая штурмовая группа. Там очень жестко брали и сразу в такие жесткие руки передавали внизу. Поэтому некогда было их скручивать или что-то с ними разговаривать. Через три минуты все заложники были спущены на асфальт аэропорта. Но в это время толпа страждущих она была примерно где-то 600 человек прорвала отцепление. Оно было и милицейским и солдатским. И ринулась к самолету. И тогда мне пришлось давать команду стрелять вверх из всех видов оружия, которые имелось. Только это остановило толпу так, они бы их тут разорвали, по-моему, всех этих преступников. Минводы 2 декабря 1988 года. Операция в Тбилиси прошла успешно, но в Минводах силовой вариант на борту был неприемлем. Экипаж самолета в таком случае был бы обречен. На это Геннадий Зайцев пойти не мог. И Валерий Бачков со своим коллегой Юрием Кирсановым отправился к бандитам в очередной раз. Шли долго. Три миллиона оказались тяжелым грузом. В общей сложности все наличные деньги, которые были вне штурмбанке, мы их забрали, это было три мешка было. Были доллары, фунты стерлингов. Настоящие деньги были. После небольшой заминки из самолета на полосу полетел автомат Калашникова. А Валерий Бачков все не уходил от самолета. Хотя риск получить пулю из пистолета возрастал с каждой секундой. Никто же не верил, что отпустим. Понимаете, я до последнего момента не думал, что нам придется отпустить террористов за границу, и Геннадий Николаевич прямо в упор сказал, Геннадий, мы что, отпускаем, что ли, заполучили? Он говорит, да. Бандиты улетели в Израиль, а Альфе нужно было возвращаться в Москву. Казалось, противник своей цели добился. Устан Ну, представляете, состояние Геннадия Николаевича, человека, который руководил операцией, и операция закончилась тем, что мы этих, извините, отморозков выпустили, ну, для нас это никуда, потому что никто не знает, что случится в воздухе. Но командир знал чуть больше, чем его товарищи. Он провел свою партию блестяще, выиграл время и перевел ее в нужное окончание. Дети были спасены, а дипломаты тем временем согласовали с властями Израиля план действий. Нами занимался такой сотрудник МИДа Мартиросов, если я не ошибаюсь. В общем, он провел очень огромную работу в этой ситуации и договорился с израильтянами, что израильтяни готовы принять этих бандитов и готовы их арестовать на территории Израиля по прибытии в Тель-Авив. Ил-76 приземлился в аэропорту Тель-Авива. Изумленные бандиты, ожидавшие, что их встретят как героев, вырвавшихся в свободный мир из коммунистического кошмара, были тотчас схвачены спецназом Израиля. Вместо пляжей Эйлада им пришлось отправиться в тель-авивскую тюрьму Апу-Кабир, не самое комфортабельное место в мире. Якшиянс не учел, что государство Израиль крайне негативно относится к любым проявлениям терроризма. Его граждане немало пострадали от этого зла, и террористов здесь карали и карают беспощадно. Следующим утром Зайцев с десятью коллегами вылетел в Израиль. Местные власти готовы были выполнить свои обязательства, но возникли непредвиденные сложности. Прибыл руководитель департамента МИДа доктор Ануг, он сказал, что преступников мы вам не выдадим без письменного подтверждения на правительственном уровне о том, что к ним не будет применена в Советском Союзе высшая мера наказания. Такой статьи в уголовном законодательстве Израиля нет. Ситуация нестандартная. По советским законом главарю грозила смертная казнь, но нет правил без исключений. И буквально, наверное, через несколько часов подтверждение и гарантии руководства Советского Союза было дано, что при возврате этих бандитов на территорию Советского Союза смертная казнь к ним не будет применена. Но напряжение нарастало. В дело, как водится, вмешалась третья сила и самым решительным образом. Затем в аэропорт прибыл генерал полиции и сказал мне, что если вы через 40 минут не получите бандитов, они вам не выдадут их, потому что американское правительство оказывает сильное давление на Кнессет и правительство Израиля с тем, чтобы преступников не выдавать. Счет шел на минуты. Надо отдать должное израильским силовикам. Они сделали все возможное, чтобы сдержать данное слово. Увидели целую колонну машин полиции, машин спецподразделений Израиля, которые привезли вот этих бандитов. Они были все в наручниках, и они нам передавали каждого по одному, и мы с двух сторон заводили их в этот транспортный самолет. Американцы не смогли уговорить израильтяна оставить преступников у себя. Зайцеву оставалось выполнить формальности, связанные с возвратом денег. Считать купюры полковник не стал. Я говорю, вы считали их там? Да, считали. В Акте эта цифра есть? Да, есть. Я распишусь у вас в Акте за эту цифру, которую вы указали мне. Вот я в этом отношении прямо скажу, что я вызвал жесточайший гнев всех стороны. Преступники получили свои сроки заключения. Заложники освобождены без единого выстрела. Не было пролито ни капли крови. Интеллект переиграл жестокость. За этой победой стоял огромный труд десятков бойцов Альфы. Тренировал не только свои мышцы, но и свое сознание, свою голову, понимаете, для этого дела. И во-вторых, когда ты видишь 30 пацанов, захваченных в заложнике, там эти вопросы сами по себе отпадают. И пойти, не пойти, ну, не знаю. в Альфе, таких нет людей. 32 бойца Альфы за 40 лет ее существования отдали свои жизни, чтобы спасти других людей. И вот когда эвакуировали пассажиров, отец одному из наших сказал, говорит, я вот прошу вынести моего ребенка, я только вам доверяю это сделать. Это вот была самая высокой награды. Впереди у них будет Буденовск, Беслан, Норд-Ост, война в Чечне. Будут победы и жертвы, но уже без Геннадия Николаевича. Герой Советского Союза генерал-майор Зайцев ушел в отставку в 1995 году. Ушел, не проиграв террористам ни одного боя. Редактор субтитров